Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». Сегодня у нас в гостях писатель, публицист, общественный деятель, автор книг «Сладкий дождь», «Солнце улыбается тебе», «Путь врача», «Степь и судьба» Жан Мухарапович Ахжанов. Жан Мухарапович, добро пожаловать в студию. И, конечно же, хотелось бы первый вопрос начать. Почему именно писательство? Как вы пришли к писательству? Писательство — это искусство, это творчество. И я всегда думаю, что творчество, искусство, оно выше как-то... Если обычно люди живут тем, что зарабатывают, ищут себе пропитание, работу, здесь писатель, он как бы должен думать, а куда движется общество, куда мы движемся вообще. Это своего рода напоминает, как все забежали в поезд и начинают как бы украшать свое купе, вот это место едут. Но никто не спрашивает, а куда вообще поезд едут? И вот они, получается, что все занимаются тем, что машину, квартиру. А вообще, куда мы движемся? Это может как раз-таки и заниматься этим писателем. И, между прочим, вот в писательстве тоже есть своего рода рост, да? То есть в самом начале ты как бы более не так определенно видишь, а потом ты все четче и четче видишь цель, куда должно двигаться общество. Здесь, знаете, больше миссия человеческая, вот такая жизненная миссия, потому что ты начинаешь понимать... Вот я очень долго жил за границей, и когда я приехал, это было 10 лет назад, я когда приехал, я понял, что мы в чем-то отстаем. Почему-то вот в нашем обществе не хватает той вежливости, той, может быть, взаимной какой-то доброжелательности, где-то что-то уступить. Вот это я почувствовал и сразу начал писать. Потому что я понял, что если мы не будем меняться, то это плохо для нашего общества, для нашего развития, для нашей страны. То есть вы сейчас говорите про культурно-нравственный баланс общества, который действительно у нас иногда бывает из крайности в крайности, да? Вот так получилось исторически, что мы жили в советское время. Хорошее оно, плохое. Пусть каждый для себя сам определяет. Но в любом случае мы несем вот этот отпечаток советского времени, и мы должны были... Иногда сравнивают, например, а почему мы, например, не Дубай, почему мы не Катар и что-то еще. Но у них вот этого не было периода. А раз, значит, уже он накладывает на нашу страну свой отпечаток. Мы жили в таком... Экономика у нас была общая, плановая. И подход к человеку был не просто как индивидууму, а просто как толпе общему. К социуму. Естественно, да, к социуму, да. Естественно, вот это все наложило отпечаток. Каждая нация, каждый народ, он по-своему, в принципе, уникален. Вот немцы не будут такие, как корейцы или как китайцы. Они другие. Мы другие. У нас своя, как бы, структура. Мы степные люди, мы кочевники. Это тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому еще больше можно сказать, что в каждом регионе Казахстана я обездил... Восемь раз я обездил Казахстан. Это очень сложно. И вот я за восемь раз убедился, что в каждом регионе свои особенности. Алматинец, он не будет похож на западного казахстанца. В Ускаменогорске он не будет похож на кокшетауца. Здесь особенности есть свои. Это надо знать и чувствовать. Это надо. А вот чем занимаются литератор и общественные деятели? То есть в чем разница? Вот литератор, он пишет книги, да? Вот, например, если, скажем, вот буквально недавно я слушал, президент говорил про воду, очистить воду в этих, где моют машины. И вот, например, литератор, он пишет книги. А прочитает ли эту книгу о том, что это ценная вода, о том, что она прошла восемь степеней очистки, вот эта питьевая вода, наша водопроводная, они просто моют машину. А общественный деятель, он не просто пишет, он идет туда, договаривается с руководством, говорит, давайте мы объясним вашим сотрудникам, что эта вода, которой вы моете машину, она на самом деле прошла многоступенчатую очистку. Чтобы ее сделать такой, вы ее просто поливаете, моете машину. Вот общественный деятель, он занимается разъяснением своего рода, как бы, ну, не все прочитают эту книгу, как бы, да, вот, если так посмотреть. Книга, она требует определенных, вот, скажем, если ты хочешь изменить общество, да, вот моя цель — изменить общество. Если ты хочешь, чтобы люди побольше узнали, что важнее, снять фильм, хорошо, ну, это же нужно, чтобы кто-то пошел, чтобы кто-то заплатил за это деньги. Книги — то же самое. Например, если ты хочешь напечатать книги, ты должен потратить, кто-то должен его купить. И один вариант, например, фотовыставка. Сколько людей увидит эту фотовыставку? Она будет бесплатна или платна? Вот это все нужно думать. Каким образом ты можешь повлиять на общество? Какими средствами? И какой тебе это ценой обойдется? А что вам самому ближе? Большая общественная деятельность или литература? С учетом того, чтобы ту аудиторию, та аудитория, которая тебя будет слушать, нужно знать, на какой аудитории ты хочешь, кто у тебя целевая аудитория. Те же самые книги. А кто у тебя аудитория? Вот по книгам мне приходилось лавировать, чтобы поймать свою аудиторию. Потому что просто так вот написать, скажем, родословную, ну хорошо, ты вот только будешь в этой родословной. А остальным это неинтересно. Но если ты, например, напишешь о врачах, то это уже прочитают врачи. И вот ты должен донести. Вот поэтому мне пришлось заниматься общественной деятельностью, потому что если бы я просто написал книгу «Путь врача», ну, прочитал бы 1%, 2% максимум. Но если я прихожу и говорю, ребята, вы знаете, это очень интересная книга. Здесь судьба человека, судьба врача. Им, по своей профессиональной деятельности, им уже становится интересно. Вот что значит общественная деятельность. Поэтому не то, что я там хочу заниматься, я вынужден заниматься. И точно так же по всем профессиям. Медсестра, финансисты, госслужащие. Я вынужден заниматься, потому что донести эту книгу до своего читателя найти его. А вот вы в своих интервью часто говорите о реформах и о литературе, которые нужны Казахстану. Скажите подробнее, что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы современная литература в Казахстане развивалась? Здесь нужно понять одну вещь. Мы, вот как нация, как казахи, мы все-таки склонны к литературе, к философии. У нас есть своего рода уже база. Это Абай, Мухтара Уозер, Сакен Сифунь. То есть каждая нация, она имеет свои какие-то предрасположенности. Японцы такие, немцы такие. Что касается литературы, у казахской нации у нас есть это задаток, у нас предрасположенность есть. Мы должны это развивать. В отличие от некоторых вот вещей, у нас государство старается все развить. Именно вот литературу можно развить четко и ясно. Нужны просто алгоритмы действенные, простые действенные алгоритмы. Все. И мы как только включим их, мы автоматически уже на весь мир можем стать мировой, прямо мировым лидером по литературе и найти свое место. На ваш взгляд, какова главная задача писателя? И как получается лично у вас достучаться до своего читателя? Вот вы знаете, когда я начал заниматься писательством, вот я сказал 10 лет назад, вот я написал первую книгу о суицеге. Хорошо, я изучил вот эту депрессию, вот это все. Дальше получилось то, что я не знал, куда эту книгу деть. То есть я прихожу к главному психиатру. Он говорит, да, у нас есть проблема, ну и что, а что книга? Она как бы не нужна. Ну, немножко так, с таким разочарованием, что делать? Потом я смотрю, проблема у нас с нашими хандасами. Это хорошая проблема. Почему? Потому что люди приезжают, ищут свою родину. Кстати, президент тем, что он сказал, что давайте мы не уралман будем, а хандас, он практически исключил вот эту всю, все правила, вот эти все. Он просто сразу сказал, давайте назвать хандас. И автоматически общество начало их как бы в каком-то отношении уважать и более вежливо относиться. Я написал книгу «Степь и судьба». И мне пришлось заняться вот тем, что стучать, создавать книгу так, чтобы она была востребована. Вот это вот то, что я сказал, развитие литературы. То есть я уже писал так, что я хочу поменять системно. Я хочу поменять врачей, пожалуйста, путь врача. Я написал очень красивую историю Далия Маратовна, главный врач у меня. Она же заведующим отделением, она же работала и замглавврачом. И вот я начал с этой книги ездить и говорить врачам, так, давайте мы будем читать. Почитайте, пожалуйста, потому что чтение – это важно. То есть здесь важно понимать, что когда книга создается, она, может быть, просто никому не нужна, но ты должен еще донести его. Вот за счет этого нужно работать. Вот только работа вот этого дает. Потом вот книга, скажем, на госслужбе. У нас 80 или 90 тысяч госслужащих в Казахстане. Мы понимаем, что сейчас современный мир, искусственный интеллект, цифровизация. Часто родители жалуются, что их дети не читают книги. Вот как теперь в современном мире можно как бы привить из-под русского любовь к книгам? Я думаю, здесь нужно, чтобы мы комплексно сделали. И родители, и школа должна это делать. Как это сделать? Вот в первую очередь литература должна быть очень простой и доступной. Вот на том уровне, на котором, скажем, я пишу, вот если вы начнете читать Льва Толстого, Достоевского, многие начинают перелистывать. Она сложная литература. Она для такого уровня уже, для ценителя. А если простая литература? Вот у меня все книги простые. И дети читают, и 15 лет, и 16 лет. Что значит и дети, и родители объединиться и в этом отношении включиться? Как формируется? Вот сейчас, вроде я так понял, что 8 минут должны читать в школе каждый день. Это хорошо. Но давайте читать казахстанскую литературу. И давайте читать, вот не просто так, вот сейчас я спрашиваю, что вы читаете? Кто что читает в разброс? Вот должно быть программное, вот системный подход должен быть. Вот взяли книгу, вот она морально-этическая. Вот сегодня читает школа или класс, вот этот вот 8 минут. Потом, когда заканчивают, все прочитали, дети должны сделать вывод. Они должны понять, проанализировать, о чем эта книга, что хотел писатель этим донести. То есть это системный подход будет. Как родители могут привить со своей стороны? Родители должны ходить в книжные магазины, должны ходить в библиотеки. И это должно быть опять системно. Первого, например, 10-20 числа каждый родитель, вот они должны понимать, что если мы это сейчас не сделаем, то все, что вот всплывет, все, что вот человек получит из-за будущей жизни, это необразованность. А это, в свою очередь, повлечет остальные вещи. Мы просто это не видим. На самом деле, последствия от необразованности очень большие, страшные. Вот, например, 1-10-20 числа каждого месяца они идут. Если где-то что-то случилось, куда-то уехали, в любом случае они это пропустили, они должны пойти в книжный магазин и так далее. Школа со своей стороны точно так же должна, вот, системный подход. Вот сегодня мы разбираем вот эту книгу. Самое главное, что в жизни нужно научиться, это не то, чтобы получить информацию, а уметь анализировать. Вот это самое сложное. На ваш взгляд, есть ли взаимосвязь между литературой и культурой общества? И как эти понятия могут быть связаны? Ну, они могут быть связаны в каком отношении? Развитые общества, они должны читать книги. Многие люди не понимают в нашем обществе, что этот мир создан за счет книг. Вот, например, я общаюсь с молодежью, они думают, что все создано за счет интернета. Нет, дорогие мои. Вот эти дома строили, инженера учились на книгах, врачи учились, педагоги учились на книгах, на простых книгах. Это нужно понимать. И книги уже 2000 лет, они уже служат нашим инструментом для развития. Как мы можем видеть, цивилизация была успешной или неуспешной? Вот если взять из всех древних цивилизаций, самая успешная цивилизация была греческая. У них было произведение, которое все знают, Ильяда, Одиссей, который написал Гомер. А что вы можете из других древних цивилизаций сказать? Из Древней Греции вы можете сказать великих людей, в других древних цивилизаций вы не можете сказать. У греков Платон, Сократ, Пифагор, там Гиппократ, все что угодно. У них была развита, кстати, математика, алгебра и геометрия. Астрономия у них была сильно развита. Они даже знали, что вещества состоят из атомов, что Земля движется вокруг Солнца. Вот это все они как знали 2,5 тысячи лет назад. Второй момент, как я думаю, еще в чем? Вот смотрите, спорт и театр, которые придумала Древняя Греция. К спорту мы пришли только 100 лет назад. Вот как получилось так, что все остальное время никто не занимался спортом. Просто мы дошли до уровня Древней Греции только 100 лет назад до спорта. И театр у них в 15-16 веке, полторы тысячи лет, никто абсолютно не занимался театром. И только сейчас мы начали понимать то, что достигло Древней Греции. Вот в этом алгоритме, который я забыл сказать про развитие нашего литературы, мы должны, Казахстан может стать уникальной страной при нашем президенте. Можно создать орган, госорган, ну назовем условно его госсовет, по развитию человеческого капитала. Тогда Казахстан станет единственной уникальной страной, в которой эта система есть. Что это значит? Мы должны все структуры нашей власти с ними работать. То есть уровень акимов, министров, уровень руководителей комитетов, департаментов, мы должны с ними работать. А вот давайте перейдем к вашим книгам. Они уникальны. Уникальность их состоит в том, что вот откуда вы берете идеи, потому что именно по направлениям. Даже фэнтези у вас есть. Даже по налоговым вопросам тоже есть. Вы их изначально изучаете, обследуете. Это самое сложное. Это вот самое сложное. Вы знаете, как получилось? Я хочу писать книгу, да, вот скажем, но я не знаю, у меня нет материала. То есть нужен, чтобы материал. И как вы приходите к этой теме, к выбору? Ну, понимаете, это, наверное, сюжет рождается очень сложно, очень тяжело. Сюжет рождается не просто так. Это своего рода как бы что-то свыше, наверное. Нужно понимать. Вот здесь вот сюжет «Путь врача» понравился врачам тем, что это жизненная ситуация. Вот в моей книге «Путь врача» Адалия Маратовна, главный врач, бабушка, 78 лет, ее находят в парке. Она потеряла сознание, бабушка. И вот нашли приемное отделение, привезли скорую помощь. Сторож нашел, вызвал скорую. Все, привезли. А никто не знает, что она работала здесь всю жизнь врачом, главврачом, замглавврача, главврачом. Понимаете? И вот ее следуют, ее привозят в отделение терапии. И там в палате лежит. Она все это знает. Она все эти палаты знает. Она лежит давно, когда-то работала. И вот этот сюжет понравился. Вот этот сюжет понравился. То есть мне нужен материал, конечно. Вот чтобы написать книгу медсестра, очень сложно было. Почему? Потому что мне нужно было знать сопы, что такое флебиты, осложнения. Я ходил две недели в этих больницах. Спасибо вот Ларисе Павловне. Она вот разрешила мне посещать вот эти больницы. Я понимал, в чем работа медсестры. И как мне создать вот это произведение, чтобы оно было мотивационно для медсестеров. Чтобы они захотели ее прочитать. Во-вторых, чтобы они захотели поднять свой уровень образования. Чтобы можно получить высшее сестринское образование. Не просто медсестры, а высшее медсестры образования. Они медсестры, но они с высшим образованием. И вот я специально сделала, что она такая очень моя главная героиня, очень такая продвинутая, шустрая. Она получает вот это образование. Для меня важно было, чтобы в нашем обществе мы развивали человеческий капитал. Вот опять же мы возвращались к тому, что... При выборе темы у вас даже видно, что человек труда. Да, да, человек труда. Это, во-первых, то, что президент сказал, что человеку труда надо как-то нам престиж поднимать. Человек труда... Вот многие мне задают вопрос. Я вчера буквально был от Рауок там. И вот они мне говорят, как вот привить человек труда? Вы знаете, вот, например, возьмем, скажем, родители. Вот родители. Вот обычное дерево, вот кусок, ветка там валяется на дороге. Дети возьмут его, сломают или выкинут, или что-то еще. Как сделать, как родителям привить человек труда, вот, сделать? Вот отец нашел вот эту палку, да? Она с таким вот ветка. Он берет его, домой приводит. Так, сын там 12-летний, 13-летний сидит. Так, он режет. Идут вместе, покупают наждак. И чистит вот этот, вот этот вот крючок, получается, ветка. Он его чистит. Сын рядом видит все это. Говорит, так, почисти вот здесь. И вот он его делает. Из этой вот веточки создает такой крючок. Сделал дырку, сделал к стене. И говорит, вот эта вот ветка, вот этот крючок, это твой. И ты свою одежду будешь вешать. Вот это не просто так. Это, знаете, как вам сказать? Вот это то, что ребенок сделал своими руками. И это не просто так, а это как традиция. Вот сын вырос, ему там 17 лет, 18 лет. Уехал в другой город, поступил. А этот крючок висит. Там его одежда должна быть. Это воспоминание. Понимаете? То, что сын, вот это сделал он своими руками. То же самое может быть мать научить делать платье, скажем, да, свадебное платье. Вот она шьет потихоньку, ей 13-14 лет, говорит, вот ты когда будешь замуж выходить, ты вот оденешь это платье. Это раньше в школах же было. Да, да. А здесь еще ценность в том, чтобы понять, что такое брак. То есть она не просто так это платье делает, а говорит, это ты выйдешь замуж. А вот не надо вот разводиться и так далее. Это вот единственный раз вот это платье ты одеваешь. Понимаете? Вы прививаете еще ценность семейную вот эту вот. Ну, к сожалению, у нас время заканчивается. Поэтому последний вопрос. Наша программа называется «Вечные ценности». И какие ценности являются вечными для вас? Ну, то, что вот я сказал, что, ну, вечность никто не сможет понять. Это жизни не хватит. Что такое вечность объяснять? И никто и не сможет это понять. А вот ценность, вот наша задача и родителей, и взрослых научить детей ценностям, да, вот этим ценностям. И это не просто так на словах должно быть. У тебя должна быть ценность в каком-то отношении воспитательной. Вот то, что вот я приводил для этого пример насчет труда. И точно так же ценность можно привить также к институту семьи. Например, если родители взяли, скажем, 20-летнюю такую, ой, 20-литровую такую бочку, которая от воды, ее запаяли вот сверху, да, нагрели ее. И только можно вставлять туда монеты. И вот родители говорят сыну, слушай, вот ты потихоньку копи деньги сюда. Это на твою свадьбу. И он начинает понимать вот эту ценность вот этой свадьбы. И он бросает где-то там, сэкономил 50 тенге, где-то 100 тенге. И вот он, пока он с детства растет до своей свадьбы, он вот эту вот бочку 20-литровую потихоньку копит. И он на свою свадьбу копит. Вот это вот ценность, которую мы, я считаю, что должны прививать детям. И они понимают, что вот я ни у кого ничего не прошу, я сам коплю. Это моя ценность. Это моя ценность. Точно так же... Мотивация после жениться? Ну, можно сказать так, как только она наполнится, слушай, ты что-то тянешь со свадьбой, у тебя уже бочка полная уже с деньгами. То есть здесь же не просто мотивация, здесь же умение финансовой грамотности, собирать деньги. Это же терпение надо. Не просто так. Надо сделать вот это горло так, чтобы он не смог вытащить ни одно, а бросать всегда он может. И он наглядно будет видеть, что он и физически, и морально уже потихоньку готовится к этой свадьбе. Как бы, да? Вот это вот ценность хотя бы вот эту приучить. Ну, к сожалению, у нас время заканчивается. Спасибо большое, что сегодня были у нас в гостях. Спасибо, что пригласили. На этом заканчиваем. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.